Здравствуйте мои дорогие друзья и сегодня с вами снова я Лёва Иванов и мой канал. Сегодня на дворе 11 июня 2022 года, завтра Троица, большой праздник православный и ведический. Так что я вас всех поздравляю мои дорогие друзья, желаю как обычно счастья и удачи и мой рассказ о моем огородике. Мы всегда его сажаем, даже в самые трудные времена, в лихие 90-е, он нас очень выручал. Кто не знает что такие лихие 90-е, спросите у своих родителей, бабушек, дедушек. Вот, вот так вот мои дорогие друзья, вот моя тележка обновленная, чтобы возить сено и дрова. Вот мой молодой сад, старые деревья здесь я все уже убрал, посажен молодой сад. Вот здесь еще остались старые деревья и идем мы в огородик. Сейчас, что у меня растет в саду? Это сливы, груши, яблони. Вот так вот мои дорогие друзья, здесь вот помидорка, баклажанчики. Недавно высаженные, мама из подоконника. Вот здесь был рассадник, сажал я помидору с семечком прямо в землю, дуги, пленка. 10 апреля посадил, вот уже какая помидорка. Здесь укропчик, салаты. Вот здесь у нас лук, где-то сотки полторы лука здесь у нас будет. Но апрель и май были холодные, и поэтому очень много лука пошло в стрелку. Ну ничего, там дальше мои дорогие друзья бахча. Я ее уже закультивировал от сорняков. Вот там на кружках только осталось кое-где. Но мама выберет, вот и будет расти тыковка. Идем дальше. Здесь чесночок. Зима была теплая, он удачно перезимовал. Мои дорогие друзья, все тоже вот соточка чесноку у нас здесь. Чеснок в этом году просто замечательный. Такой мощный, здоровый, сильный. Вот здесь ранняя морковка. Вот здесь еще помидорка. Вот мамина. Тоже помидорка, капуста, перчик. Вот. Здесь у нас растет бахча, баклажаны. Бахчу частично, вернее не баклажаны, кабачки. Бахчу частично пришлось пересаживать. Дыни еще только сходят. Вот так вот, мои дорогие друзья. Но надеемся, что урожай все-таки будет. Будет теплая осень с дождичками. Замбросков не будет, и наши дыньки вырастут. Вот картошечка. Где-то 3,5 соточки здесь картошечки. Сажал я под мотоплуг Лифан WG900. Купил окучник. Купил грунтозацепы. Вот. И все, теперь вот занимаюсь. Сажаю картошку под мотоплуг. Окучиваю мотоплугом. Вернее, мото-культиватором. Морковка, огуречки. Вот. Так что вот так вот, мои дорогие друзья. Дальше капуста. Еще дальше тоже там картошечка растет. Дальше река Матушка. На задах мой маленький покосик. Где я кашу регулярно траву малинка. Вот. Там вот под этой яблонькой. Там у нас в тенечке растет черная смородина. Вон какие кусты. Посмотрите, мои дорогие друзья. В целом, огородик всегда нас выручает. Вот. Жук. Посмотрите. Прилетел. Вот так вот раздаем его. В этом году я еще картошку ни разу не прыскал. Собираю жука вручную, мои дорогие друзья. Личинка пока еще не появилась. Но жука было много, но я с ним усердно боролся. Собирал 2-3 раза в день жучков. И мои плоды, мой труд увенчался успехом. Жука сейчас вот прохожу с трех соток. Ну, с половиной, если найду 5-6 штук за раз, то хорошо. Жука значительно стало меньше. Вот. Дальше свеколка растет. Ну, как я уже говорил вам, рассказывал, у меня есть репортаж по свекле. Свеклу мы отказались от сахарной, от кормовой. Сажаем столовую свеклу. Называется она египетская. Засухоустойчивая свеколка. Вот. Хорошо родит в любой жаркий сезон. Вот так вот, мои дорогие друзья. Вот. Дальше у нас идет капуста. Капусту мы сажаем позднюю. Ранние капусты мы не сажаем. Вот. Сажаем капусту позднюю. Ну, и здесь я еще в межряде мото-культиватором тарпан не прокультивировал. Трава наросла. Вот. Ну, это ничего. Побольше вырастет. Я ее мото-культиватором уберу. Вот так вот, мои дорогие друзья. Стоит хорошая погода. Вон и картошечка там на задах. Самые последние ряды. Очень прекрасное время для сенокоса. Вот там я на задах свалил. Свалил уже траву за деревьями. Убрал. Вот за этими. Там вот тоже у меня покос. Вот. В огороде. И... Все вот это буду вывозить, увозить. И с понедельника начну косить сено на своем покосе. В воскресенье будем отдыхать. Набираться сил. И отмечать великий праздник Троица. Ну, вот так вот, мои дорогие друзья. Сажайте огород. Все это будет... Вами с лихвой окуплено. Прокормите себя. Прокормите своих родных и близких. Не ленитесь. Если честно, работу в огороде я за труд не считаю. Просто это для меня, как вот сказать, так вот. Хобби такое вот. Козочки и мой огород. Вот. Так что вот так вот, мои дорогие друзья. Огуречки у нас все лето под спонбандом стоят. Так как последние года была сильная жара. Они быстро выгорают. А вот спонбанд их спасает. И огуречки у нас живут под спонбандом. Сейчас вот покажу вам, какие они уже наросли. Вон там вот огуречки. Вон они. Вон. Вот так вот. Здесь у нас растет грыжовник. Кусты. Малинка. Яблоньки старые, большие. Вот так вот, мои дорогие друзья. Морковка. Все сажаем. Ничего не забыли в этом году. Надеемся, что лето у нас, как и у вас, мои дорогие друзья, у ваших регионов, будет отличным, урожайным. Урожайным будет дождики, вовремя пройдут. И у вас, как и у меня, у Лёвы Иванова вырастет большой и добрый урожай. На этом я с вами прощаюсь, мои дорогие друзья. Желаю вам всего доброго. Удачи. С вами был ваш Лёвы Иванов и мой канал. Михаил. Вау. Продолжение следует...